Восемнадцать, ого, а это значит шо? Выходит новая серия. Заходите в гости, старичок, заходи на пикничок. А на сегодня у нас серия седьмая. Добрый вечер, пандиспич, добрый вечер. Серия седьмая. Мавра. В доме вот уже два месяца доживала свой век родная сестра свекрови, Мавра, и угасала прямо на глазах. Старуха прожила век свой одна, не пристав ни к одному углу, не присохнув ни к одному сердцу, не поверив никому своей женской тайны. А то, что была такая тайна у Мавры, гадать не приходится, ибо какая же душа живая, а тем более женская и без тайны-то? В пору спелой юности влюбилась в сынка местного афанасьевского богатея, Романа Сидоровича Котова, у которого одних только мельниц на речке Курзанке было аж три. Да помимо этого разного добра тоже не сосчитать там. Все было. А сынок его, Демьян, был ей однолеток. Парень видный, невысок росточком, но очень ладной фигурой. К тому же не спускал с рук гармонь. И пела она у него, запевала, и заливала с утра до ночи в праздники, с вечера до утра в будни дни. Лилися песни. Демьян знал себе цену. Вернее, цену тятенькиным закромам. И очень хорошо знал. Ни одну девку облапал где-нибудь за ригами и овинами. Ни одну. Пачками. Очередью заходи. В лесочках, докопных, свеженького, заготовленного скотине на зиму сена. Всех облапал там. Наилучшее выбирал. И так и ничего не выбрал. Сена пахучего, мягкого, как перина, в котором самое место для влюбленных и где можно схорониться от постороннего глаза. И там бывал. Попробовал облапать и Мавру. А не тут-то было. Угу. Уперлась руками в грудь его девка и с силой оттолкнула. Так что едва удержался на ногах. Не устоишь. Ну, погодь ты у меня, — обиделся Демьян. Я ж к тебе по-хорошему, а ты толкаться тут не будешь. Чё ж я, супастят какой-нибудь, чтоб без твоего согласия приставать, а? Я ж вижу, как ты ко мне пробиваешься. Я ж всё вижу. Видишь, да не то видишь, — слукавила Мавра. Нужен ты мне, как корове седло. И отстал Демьян. Отколупался. А тут и на тебе, подлинная напасть. Сговорились Степан Фёдорович с Романом Сидоровичем выдать за Демьяна младшую долгих, Авдотью, которая на покров должна была стукнуть семнадцать годков. Вечером сумрачным толковал о том Степан Фёдорович своей супружнице Наталье Прокопьевне, обговаривая все выгоды и невыгоды такого союза с главным богатеем Афанасьева. Плюсы и минусы все. Подбить итоги надо. Обстоятельно высказывался свои соображения старший долгих. Согласно кивала головой, поддакивала супруге Наталье. И как тут перечить? Не бывало подобного в доме долгих. Сроду не бывало-то. Все самые главные дела решал Степан Фёдорович самолично и другого не потерпел. Затаившись за печкой, Мавра слышал разговор родителей. А когда не досталось её терпеть несправедливость, выскочила из избы, и только её и видели. Хм, чё это тайно сполошилось-то, повернулся к жене хозяин. Шлея какая попала под хвост, а? Да. Или так чё-нибудь? Да, Стёпушка, сказывали люди, что Мавра-то наша давненько поглядывает в сторону Демьяна. Угу. Ей бы пойти и за него, а не Авдотье. Неладно как-то получится. Младшая наперёд старшей выходит замуж. Да неладно это. И робко подняла глаза на мужа. А вон оно, чего? Протянул Степан Фёдорович. Ну надо, надо же. Но кто и когда спрашивал девку? За кого ей замуж идти? Кто-то когда-то вообще спрашивал? М? Мой родитель, царство ему небесное, не спрашивал. И я не буду. Покуражится, покуражится, да на то ж место и сядет. И нехай там и сидеть. Ну а ежели переначить, мол, ошибка вышла, Роман Сидорович? Ошибочка. Не Авдотье быть с Демьяном, а Мавре. И вовсе потешавшим голосом молвала Наталья Прокопьевна. А ну цыц, баба! Грубо повернулся к ней муж. А ну цыц! Ты чё ж захотела, чтоб Степан Долгих от своего слова отказался, что ли? А не бывать этому никогда! И как рубанул воздух рукой, аж прорезал. За Демьяном быть Авдотье! И всё тут! И не трындеть! Куда бежала, не ведала. А стала очухиваться, огляделась и поняла, что стоит у копны Ширяевского покоса, где они и расстались с Демьяном. И, как оказалось, навсегда. И полились слёзы в три ручья. А уж когда домой вернулась, даже и не помнит. И слегла. Молчком пролежала на палатях и день, и ночь. И ещё день прошёл. Обеспокоившиеся тятенька с маменькой не знали, что делать. Хлопотали возле дочери, поджидая местную лекариху, старуху Ширяиху. Вошла в дом Ширяиха, поклонилась на образы в красном уголочку. Затем хозяевам поклонилась и прошла к девке. Постояла над девкой, постояла, положив руку на лоб, что-то побормотала и повернулась к хозяевам. — Очухается ваша мавра, внутренняя огневица у неё. Но уж спадает уже огневица-то. В чувство приходит девка. — Отчего это сделать с ней? — спросила едва. — Слышно, Наталья Прокоповна. — Отчего? — От младости и томления сердечного. — Ну, младость, понятно. Девятнадцать годков скоро менять, девоньки. — А вот что это за томление такое сердечное, а? — вставил свой Степан Фёдорович, конечно, смекнувшись сразу же. — В чём тут дело? — сердечные ваши дела. — Эх, сердечные! — Почитаю, со всякой девкой подобное случается. — Только у всякой по-своему, — многозначительно молвила ему Шеряйха. — У вашей мавры огневица образовалась. — Пошептала я, чё следует в таких случаях. — Думаю, обойдётся всё. И придёт в себя мавра. — Только не трогайте деваху. Дайте ей выдохнуть из себя все эти остатки огневицы, чтоб всё передохло. — И даст Бог поправиться, девка. Когда осталась одна в доме, пала на коленке перед иконой Божией и высказала всё, что наболело. — Матушка, Пресвятая Богородица, одна ты меня слышишь. Только одна меня и можешь утешить. Прости меня, глупую, за мою любовь к Гемьяну, да и за обиду на весь белый свет. Прости. Одна и виноватая. Одна и приму кару лютую. Ни на кого больше не гляну во всей своей жизни бесталанной. Сколь бы ни жила на свете. В чём клянусь тебе одной, всеблагой, причистой деве Марии. И захлебнулась слезами, зарыдала вся, согнувшись до самых половиц. В голове помутилась. И дальше уже ничего не помнила. Тут её и нашли вернувшиеся домой родители, которые ходили к коту обговаривать предстоящие дела, связанные со свадебными хлопотами. Подняли и подвели к постели. А тут как раз и гансики ударили, бздынь-бздынь, возвещая о скончании очередного часу. Да так вдарили, что аж вздрогнули тятенька с маменькой и глянули друг на дружку. А потом и нараспластына на кровати дочерь любимую. А часики-то идут. Жизнь-то двигается дальше. Жизнь, держись. И часики своё считают. Субтитры создавал DimaTorzok Да, ведь никто и никому здесь не желал худо. Но сделанного назад воротить уже не было никакой возможности. А время между тем шло. И вот уж свадьба, на которой гуляла уже вся тебе деревня. Не в радость была, маври, та свадьба её младшей сестры Авдотьи. Ой, не в радость. Не в радость была собственная свадьба и самой невесте Тош. Дело же было в том, что Авдотьи глянулся совсем другой парень. Алексей Бадюло с завода. С ним познакомилась, когда с тятенька ездила в завод к старшему брату, Ивану. Ну и такая вот карусель получилась. Одною не дали того, что желала, а другую наградили тем, чего ей не нужно и было. Вот так вот бывает. И, как оказалось в последствии, расхлёбывать то решение родительское пришлось обоим. Мавра так и осталась вековухой. Авдотья прожила с Демьяном только три года. В каждом году рожая по детёночку. А двое первых умерли во младенчестве ещё. Ухватив третьего мальчонку по имени Костя, Авдотья убежала от мужа в завод, где через некоторое время стала жить невенчанной с Алексеем. Где-то в то же время пришла Мавра к Настасье. Зачем пришла, не объяснила. Но увидела старшая сестра. Неспроста та явилась. Но, с другой стороны, рассудить идти Мавре было действительно некуда. Отец с матерью упокоили свои косточки на погости уже. Часы-ганстики отстукали своё время на своём месте. Потому как Мавра одна осталась в дому родительском. И с этими самыми часиками. А теперь уже и её считают деньки. Считай, один на один осталась с часиками. Потому и пришла. И только лишь однажды приволокся пьяненьким брат Гаврила и с порога объявил, что явился как раз за этими часами. На что она ему крикнула злобно. Трёх лошадёнок родительских пропил. Ни одним копытом не подавился, да? А теперь ещё и часы хочешь прибрать да пропить? Нетушки. Не дам. И как схватил её Гаврила за горло и стал душить. Задыхаясь, она нашарила рукой ножик, что лежал на приступе у печи, и ткнула им брата в бок не сильно. И ослабли пальцы Гаврила на её горле. Бросил он душить сестру. И в двери. Иди, иди, пьяница. А то возвернёшься, сама тебя порешу. Не пожалею. А теперь уже до смерти доколю! Крикнула ему вслед. Сидела Мавра на табуретке возле стола, глядя вперёд в себя. И молчала. Молчала и Настасья, понимая, что та должна повести разговор первая. И Мавра заговорила издалека, будто бы из-за дальней запредельной стороны. Так во всяком случае показалась Настасье. «Мне, кроме тебя, сестрица, некому идти. Да и к тебе не пошла бы, ежели не нужда. Одна и осталась на белом свете. Ведь как получается в жизни. Даже ежели ты не замужем, и пока что нет у тебя детёнков, то всё одно как бы предполагается, что непременно и муж в своё время явится, и детки пойдут. И сама ты будешь нужна кому-нибудь. Во всякую пору нужна. А не только в лихую годыну. У меня же никогда и никого и не будет. И это я теперь точно знаю. Ни мужа и ни детей. Может, я сама в том виновата. А может, и судьба такая. А может, мне надо было родиться не от тех родителей, и не в то время. Да, не в тот час. Но родители, как водится, не выбирают. Как не выбирают себе и судьбу. Так значит, угодно было. Господу Богу. Да зачем же себе обрекать на одинокость-то, а? Робко перебил её Настасья. Ты молодая ещё. Сильная. Не кривая. Ну, не какая-нибудь кривая же ведь, а? Не колченогая? Ты, парни, вокруг прорва. Бери, перебирай. Выбирай не хочу, а? Ну, и ты, Настенька, до двадцати четырёх годков тоже сидела ведь в девках. Того же ожидала. Несла свой крест. Да, Семёна своего дожидаючи. А теперь и я несу. Могла бы, наверное, за кого-то другого замуж пойти, а? Так ведь? Так. Согласилась Настасья. Но. Чё, но? Перебил её Мавра. Чё? Знать, никто тебе не был нужен, окроме Семёна, да? Так какого же ляда я должна идти, за кого попала, а? Не хочу. И всё тут. Лучше уж так вот. Одна буду. Ничего. А коли Авдотья так со мной поступила, то я на мальчонку имею полное право. Да как же она поступила? И как же она могла ослушаться тятеньку? Где же это видно, чтобы ослушаться? А как ты сама никого не хотела слушать? Как? Как ты сама? Вспомни. И тятенька с маменькой поотстали от тебя. Или я чё-то не то говорю, а? Ой, всё то. Всё то, Мавруша. Ну вот видишь, и ты соглашаешься. Значит, я права? Так ты ко мне пришла только для того, чтобы утвердиться своей правоте, что ли? Догазалась наконец Настасья. И отрезала. В общем, дорогая сестрица, поступай как знаешь. Только меня в это не впутывай. Не могу я согласиться с тем, чтобы детёнка от матери родной ты мать. Не могу я. Костя мой детёнок, как ежели бы я сама его родила, крикнула Мавра. Думай, как знаешь. Я тебе не потатчица. И с тем Мавра и ушла. А в старину всяк был набожен. А Мавра будто свихнулась. Одевалась во всё тёмное и даже в жару не снимала с головы повязанного на старушечий манер платочка. Как в девках была проворной доработящей, так и до конца своих дней и тянула лямку вековухи. Кому огород полола, помогала, кому картошку копала. А то и подряжалась с мужиками сено косить. А зимой, зимой шла в няньки. Тоже работа. И мало-помалу женихи какие были, подстали все. Охотников до сладкого Отваживала по-своему круто. И сразу же. В праздник она в церкви первая. Найпервейшая там. Как штык. Последнюю копейку на свечку снесёт. Дольше других бьёт поклоны. Молится за упокой души каждого умершего родственника. Дадённая Матери Божией клятва Никогда не выходить замуж Не оказалась последней. А последняя дадена была уже себе самой Отнять у Авдотьи сынка Костю И вырастить мальчонку самолично. А это моё. Любыми путями тебе Пускай даже вопреки Божьим заповедям. Вот так решила. Первый раз она пришла своими ногами В Иннокентьевск Подманила к себе Игравшего во дворе трёхлетнего мальчонку Схватила в охапку И вон из посёлка. Бегом. Хватилась Авдотья сына. Кинулась искать. И хорошо, что видевшие Мавру Люди подсказали, где шукать-то. М? Он там. И отняла мать сына у сестры. Через какое-то время история повторилась. Вновь и вновь. Старшая сестра и ругала обеих. И жалела также обеих. Обе же шли к Настасье Жаловаться друг на дружку. Ты чё себе позволяешь, а, Мавруша? Наступал на первую. Сын он тебе, что ли, а? Дусин он. И ничей боли. Замуж надо было выходить. Своего рожать. Да и сейчас даже тебе не поздно. Не твоё это дело, Настя. Я Костеньку не рожала, но он мне ближе, чем родной матери, потому как это Демьянов корень. — Отродье, Демьянова. Ты хочешь сказать, да? Не отступала Настасья, нарочно, уничижительно называя мальчонку отродьем. — Пускай отродье. Да дорогое отродье мне. И какая же это она мать, ежели не успела от одного освободиться, как уж другого уложила в свою постель, а? И от другого дяденьки почала рожать. Как так это? Ворота свои открыла. Даже без тук-тук. А идти мне замуж или не идти, это уж моё дело. Самоличное. Хочу — иду, хочу — не иду. И всё тут. Ты вот много ли нажилась со своим Семёном, а? Много ли внимания он уделял и тебе, и твоим ребятишкам? А? Сестрица моя разлюбезная. Сколь уделял, столь и уделял. Но я чужих детёнков не краду. Свои есть. Уже оправдывалась, наступая Анастасия. Перепалка продолжалась в таком же духе. Мавра уходила, а тут и Авдотья являлась, начиная причитать с порога. Чё это дейца, Настенька? А? Чё дейца-то? И сколь эта подлая Мавра будет у меня детёнка умыкивать, а? Что это, она его рожала, что ли? А кто тебе, Дуся, скажи, за Демьяна гнал замуж? Могла бы упереться. И ни в какую. Ага, у нашего тятеньки упрёшься. Угу, оправдывалась Авдотья. Ничего, уперлась бы и отстал бы тятенька-то. Отстал же от Мавры и от тебя бы отстал. А так ни себе, ни людям. Сама не стала же с Демьяном. И Мавры не дала. Вот оно, как всё вышло. И урайзонивала по-своему. Угомонись, сестрёнка. Отдаст тебе Мавра парнишку. Всё отдаст. Потешит своё самолюбие и отдаст. Ну, не чужая она ведь, Кости. А тётка родная. Да ничего не сделается с Костей-то твоим, а? Не доводите себя до смертоубийства. Не позорьте ни себя, ни покойных родителей. Не срамитесь на всю округу. И ко мне не бегайте жаловаться друг на дружку. Всё. Хватит. Ты, Мавруш, успокоилась бы. В другой раз говорила средняя сестрица. Дусе ведь тоже мать. Ей не сладко приходится. Ну, пошла замуж за Демьяна по девичьей глупости. А кто в таки-то года не делал глупости-то, а? Не показала карахтера, позволив тятенькому самопросту возобладать. Не показала. И что ж, убивать её за это, что ли? Родные сёстры же мы. Живём, как злыдни какие-нибудь. Ты, Идуся, прости, Маврушу. Не со зла она так-то ведёт себя. От одиночества, лютого и девичьей счастья, не сложившегося. Вот оно что. И каково же ей вековухе одной одинёшенькой на свете жить. Ну и пускай Костя поживёт. Ну, пусть хоть какое-то время. Хуже-то оно ж никому не будет. А ты как была его матерью, так его матерью и останешься. Втолковывала она уже и Авдотья. Хотела примирить всех. Вот так и жили. А вернее, маялись сёстры. Одна воровала, другая отнимала, единокровная. А третья примиряла. Бог им судья. И чем бы дело кончилось, никто не знает. Если бы не один случай, который поменял всё. Но об этом мы расскажем уже в следующей главе нашего повествования. Поняли вы, чиня. И дожила Мавра до самой старости. И приползла однажды в новый дом капитонов. Помогавшая снять одежду, переваливший через порог старухи Катерина, она успокаивающе говорила то, что принято говорить в таких случаях. — Ничего, тётка Мавра, отлежишься, селёнок поднаберёшься и пойдёшь по своим делам. Породне, в церкву, ещё куды. — Ничего, отклыгаешь. Непоказано обрадовалась сестре Анастасия. — Вот хорошо, что пришла. — Вот хорошо. Сгоношила на стол, усадила почти селком и заставила поведать о своей беде. И Мавра выговорилась. Тихо, без слёз и закатываний к небу глаз. Она выговорилась. Самое главное. Ведь обе они долгих, о чём никогда не забывали. Две сестры. Обе они дочери своего отца Степана Фёдоровича, знавшего цену всему и вся, и по любому поводу говорившему только один раз, отрубали. Знали цену себе и они, его дочери. Моё чадо. Анастасия радовалась, что может принять сестру в новом доме. Ведь это дом так же и её тоже. И она старалась, чтобы он был. Потому и могла не беспокоиться, что кому-то не понравится Маврина появление. А тем более в таком-то виде. К тому же именно она, Анастасия, будет ухаживать за больной. Так что болезнь сестры – это её обуза и ничья боли. Кто её выходит? Никто. Только она. Родичи и помогут. И как же, кстати, пришлось молочко Майкина, из которого и сливочки свежие, и маслица духмяная, и творожок рассыпчатый, и сметана в чай, как вы и писали. Очень даже пользительно. Я даже и не знал. Надо попробовать как-то. Придёте в гости к избушечке, принесёте мне очень жирные сметаны у меня тут есть. Только от козы можно сметану делать, да, Чине? У меня от козы молоко пью с чаем, а тут со сметаной. Чай-то варим в самоваре и попробуем. Шо цево но таке? Чай за сметаною. Полезно на горло и на бронхи даже. Это вот то, что и у меня, и у тебе. А то заболею, вообще не будет никакого радио, рассказывал. А воно всегда так. Холода, и всё. Всё. Хошь не хошь, воно приходит. Так шо сметана с чаем, наше воно, кипятком сделаем и добавим. И воно, наверное, сверху там плавает. Надо попробовать. Заходите в гости. Так шо от майки всё было. И сметана, и всё на свете. К чаю. И подкармливала сестрицу, придвигая к ней то одно, то другое. А где и с ложечки даже прикармливала. Не коровка у тебя, Настасьюша. Прям золото, нахваливала Мавра, попадая в самое заветное место, в самую середку души Настасьиной. У тятеньки тоже были добрые коровинки. И после были. И у тебя. И у меня. Ну, таких сладких сливочек. Чуть-то я не упомню. Добрая. Добрая коровинка, соглашалась Настасья, улыбаясь всем ртом. Кормилица и паилица наша. А уж характером-то и приветливая, и уважительная. Зазря она не, никогда не взбрекнёт, не взмыкнёт даже. Истинно золото. А ты ешь, ешь, Мавруша. Говорили они уже целыми днями. Вспоминали родителей, братьев Ганю, Ивана, сестрицу Авдотью, деревню, как некогда жили в отцовском доме. Вспомнить всё. Мавра наказывала Настасье, что на неё надеть, когда помрёт. Сколько дать батюшке в Никольской церкви, чтобы, как полагается, всё отпели, чтобы похоронили на старом сельском кладбище. И сам факт близкой смерти Мавриной сёстры обсуждали спокойно, размеренно всё, стараясь никого и ничего не забыть в сей неизбежную приближающийся скорбный час. А часы тикали, отстукивали. И когда уже будет это бздень? Ты меня прости, Настасьюшка, что угол-то заняла в доме твоего капитона. Ну, ты уж меня прости. Зато ещё прости, что скорее тебя-то лягу подле тяти и мамы, я. Что ты, что ты, Мавруша, махала руками старшая сестра. Это ты меня прости? Ежели чем обидела. А пожить-то я ещё поживу. Хоть и давно пора на покой уже. Кость и отдыху просят. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ахала, притомлённая ожиданием скорого своего конца Мавра. Охала Настасья от сознания, что зажилась на этом белом свете. И от того, что не младший бы вперёд отправиться в последний путь, а ей, первой, старшей. По годикам положено-то старшей Сначала-то. Сколько уж можно жить? И в тоненьком голоске Настасьи начинали звучать извинительные нотки, которые, конечно же, улавливала Мавра. Но делала вид, что ничегошеньки не понимает. Пускай, мол, и сестрёнка вину свою почувствует, а за что или про что вину, это уже дело десятое. Пускай. И всё тут. Кто-то же должен взять на себя за приключившуюся с ней беду хоть самую малую частицу вины. Иначе всё напрасно, всё попусту, всё зазря. Ох, 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 хо. Превелики дела твои, Господи, и воистину неисповедимы пути. Чего только не насылаешь на человеков, и за что только не спрашиваешь по всей своей божьей строгости. И хоть бы когда дал слабинку, так нет же, не даёшь. — И правильно. Нельзя, чтобы человек забылся. Ой, как нельзя. Нельзя, чтобы возомнил себя равным тебе, Богу. Нельзя. — Ох, хо-хо-хо-хо-хо. Эти ваши испытания. Хо-хо все. Одно не устраивало обеих. Сама хворь, из-за которой помирать мавры. — Рак желудка. — Угу. И никак не укладывалось в голове. Всю жизнь не отягчала себя с коромным. За великий грех считала чревоугодие. Постилась все. Завсегда так. Истязала тело свое. — А зачем истязала-то? — Вон, Настасья. Та хоть и не видела большого достатка, но и маслица в чай положит, и кусок мяса помулькает. Зубов-то во рту у сестрыцы давненько не бывало уже. Старше ее годов на десять. А смотри, какая из себя еще крепкая вся, о! Но Бога не гневила. Нет. Не только на словах. В мыслях не грешила. Видно, раз уж на роду написана такая доля, то все. И принимать ее надо со смирением и радостью. Старуха верила, что, перейдя виной мир, душа ее обретет вечное избавление от мук этих человеческих. И лишь только единожды вдруг навернулись на глазах страдалицы горькие слезы. И отвернулась она от сестры, прошептав, будто в беспамятстве. Ой, за что? Господи! Ну, не услышала тех слов сидевшая тут же Настасья. А может, и услышала? Да не приняла насчет Господа. Никто не скажет определенного слова. Никто. Ни в понимании и утешении, ни в осуждении и обиду. Ох, о многом передумала в своей одинокости Мавра. Многое переваляло и перемололось, перетерлось все в ее истрадавшейся душе. Многое бы переменило в своей жизни, если бы с изного начать. Ох, если бы начать все с изного. Каждый хотел бы это. А как бы поступил? Поменял ли что-то? Вот вопрос. Но все же грех было Мавре обижаться на судьбу, чем успокаивало себя внутри. Грех это. В доме племянника легко ей было помирать. Капитон занимался своими делами и, казалось, не обращал никакого внимания на то, что в доме его доживает свой век чужой человек. Проходил иной раз к больной. Подходил, стоял, прислонившись к перегородке. Вздыхал и тем самым как бы выказывал свое участие в судьбе тетки. Поворачивался и уходил. Крутая на слово и с виду суровая Катерина выделила ей теплое место у печки, а дергивала ребят, чтобы не шумели там. Мавра была ей за то благодарна, действительно, и в благодарность протянула как-то полусотку. Деньжонки у старухи водились, приберегала все, вкалывая на людей. Откладывала на черный день, значит. И вот он, вот-вот уже. Бери, бери. В доме, небось, и сахару-то нету. Бери. Та молча взяла. И на табуретке рядом с мавраной кроватью появилось то, чего в доме, почитай, никогда не было. А дни шли за днями. И каждый новый начинался с утра. Окончался поздним вечером. А это и есть те самые тики-таки. И старуха так привыкла к круговращению в природе, что уже даже и день прицелила, когда болезни ее длиться будет нельзя уже, и прихлынет горло ее комок, на который, чтобы выдохнуть, потратит она последние свои уже силенки и вытянет сколько можно ставшее костенеть тело. и закроет глаза на веки веков. Об одном только не подумала. О том, что пока жива, она еще в жизни. А в ней часто происходит не то и не так. Все не так, как оно хочется. Завсегда так. И вот примчался Костя, сын Авдотьи, заради которого столько глупостей понаделано, понаворочено все в этой жизни. И переломался старухин настрой на тихий конец. На старости Рокев. Бегал, суетился, чего-то балакал. Как же ты, мама, ко мне бы пришла. Ведь не чужой я тебе. Поедем ко мне. Тебе будет спокойней. А тут только людей в трату вон водить. Ко мне поехали. Да. И сделал так и все-таки. По-своему. Завсегда не так, как хочется. Да. И попробовала Настасья встать поперек дороги. Она попробовала. Рукой отвел племянник немощную старуху. И заплакала Настасья. Впервые, может быть, заплакала. Навзрыд. И подошла Катерина. Без слов увела свекровь в куть. И Мавру на новом месте определили на кухне. Впрочем, еду здесь давно не готовили. Для этой цели служила более поздняя пристройка к дому. От постоянного полумрака, который заполнял в комнатке все углы, на душе умирающей становилось еще тоскливее здесь. Рызи в животе не давали уснуть. И обливались холодным потом. Обливаясь, Мавра искала силы в молитве. Почти приткнувшись лицом к обклеенной бумагой перегородке, оно то по нескольку раз прочитывало про себя крепившую дух отче наш, то с усилием отваливалось от нее и дрожащими сухими руками зажимал глазницы, боясь, как бы из них не потекли слезы. Не протекли меж пальцев, не заставили возобладать муком душевным над муками телесными. А было бы это для нее равносильно прощанию и с небом, и с Богом, и с самой верою в его промысел, с чем шла от самого отрождения и до самого до конца. Дошла, значит. Отче наш, выговаривали бескровные губы, да светится имя твое. Едва шевелился тяжелый, непослушный язык. Но мысли нет-нет так и убегали в сторону. И сама, не осознавая того, начинала думать, что жизнь прожила пустую. Детей не родила. Нет. Внуков не нянчила. Донесла свой хрест, да? И спихнули ее в этот темный-темный угол здесь. Эх, лучше бы сразу в гроб. И проливали сквозь пальцы слезы и разрывала душу тоска. За что? За что? За что все не так? Не так? Почему так всю жизнь? Спрашивала то ли себя, то ли незнаемого никем, неведомого никому, но пребывающего во всем и вся рядом. От крика детяти, от почки молодого побега до высохшего, обтрепанного ветром и ствола, готового рухнуть оземь дерева. И вот дня через два зашел в ее комнату Костя. Сидел, смотрел куда-то в сторону, будто боясь встретить угасающий взгляд названной матери. А пришел неспроста. И пока он сидел, Мавра приободрилась. Она приготовилась к самому худшему. Однако силенок ее хватило только лишь на то, чтобы услышать только одно выдавленное Костей слово. Мама. Никогда она не могла принять это слово на свой счет. Никогда не позволяла себе забыться, что чрево ее женское осталось пусто. К тому никак не могла принять и такое к ней обращение. «Мама, ты слышишь меня?» настаивал Костя. С трудом открыла налитые влагой глаза и увидела напряженную фигуру склонившегося над ней мужика. И она все поняла. «О деньжоньках, подлая твоя душа, беспокоишься. Ты завещание составила?» спросил тот. «А зачем? Зачем завещание?» спросила она едва слышно. И проговорила да так недобро и твердо, будто и не больна вовсе была, а собиралась еще долго-долго жить. «Все твои будут». И напуганный происшедшей в ней переменой, племенник решил действовать напрямик. «Ты, мама, человек темный, законов ты не знаешь, а я как-никак при партийном билете состою. Завещание надо, мама. Я уже и бумагу приготовил, вот, только свидетелей позвать и подписать все надо». И уже деловито сказал. «Так сколько у тебя денег, мама?» «Семьсот», машинально ответила Матрена. «Постой, но...» «Проверил» и дернул же меня за язык Господи. Деньги лежали завернутым в тропицу там, в сундуке. По-такому было у всех трех сестер. В сундуках прикладывались и прикапливались вещи для приданного. Полусотку дала Катерине, не как где он шестьдесят у ней лежало. И вдруг на дворе начал рвать на цепи пес, и потому как отреагировали хозяева, поняла, что кого-то ждут. А вот и невестка вводит незнакомых людей. И через минут двадцать скрепленная подписями бумага легла в карман Кости маленького. А собака гавкала и гавкала до сих пор. Видать, тоже денег хоче. Да, а невестка видно собрала на стол. Слышно было, как там за стенкой ни раз и ни два принимались горланить пьяную песню. Ели, пили, говорили, а она здесь лежит, дожидается и ничего этого не видит. И вот через два дня после этого старуха приставилась. пирожа пирожа Субтитры создавал DimaTorzok А на похоронах Костя вёл себя как-то очень странно. Он не в меру суетился, пытался что-то говорить. А когда все вернулись с кладбища и сели за стол, он исчез вовсе. И решили помянуть без хозяина. Да вот только водки не нашли. И бабы качали своими головами, охали. Часть более выдержанных мужиков подалась по домам. А иные просто матерились. Чё пришли? Ни девятин, ни сороковин по покойной не справляли. Всё. Хватит. И через некоторое время призвали Катерину в прокуратуру, где показали заявление Константина Котова о том, что она ему как законному наследнику Мавры на основании завещания обязана выплатить пятьдесят рублей. Объяснение её никто слушать не стал. И вынуждена была эти злосчастные деньги снести, куда и требовалось. А косточки свои Мавра, как того и желала, упокоила на старом Афанасьевском кладбище, подле могилок отца и матери. Лежит. Авдотья. Судьба Авдотьи. Три сестрицы, три не сложившиеся судьбы. Авдотья, а в просторечии Дуся, среди трёх сестриц долгих была самой младшей. Но чтобы сказать самой любимой, сказать такое было бы нельзя. Ибо в семье родителей их все детки были любимые. Поровну всем. И каждому определялась своя мера. Внимание и ласки. Токмо так. Дуся росла промеж двух своих сестрёх сестёр незаметно, перенимая то от Насти, то от Мавры и привычки, и девичий кураж, всё. И наряды даже их донашивая, что порой задевало её самолюбие, но, скажем так, не сильно. Ей даже льстило приодеть Настин сарафан или Маврину кофточку. Ей даже это действительно льстило. Наряды старших, как ей казалось, и её делали старше тоже. Ведь малый детёнок во всякую пору тянется за большаками. Всегда. Вот так вот тянулась и она к этому деревцу. До лет шестнадцати Авдотья жила вздохами Насте и Мавры только, подглядывая за каждой, да так, чтобы они не догадывались даже, чтобы даже и не знали. Именно так хотелось ей. Видела Дуся Настину любовь к Семёну и Маврину к Демьяну. Она всё видела. И втайне завидовала, примеряя к себе то одного, то другого парня. Крутилась перед зеркалом, когда дома никого не было. Пришёптывала про себя, мол, ну чем я хуже своих сестёр, а, боженька? И красавица, и умница, и хозяюшка не хуже маменьки. И то сказать, дочери, впрочем, как и сыновья, в семье долгих были с малолетства приучены ко всякой работе, ко всякому рукоделью. Любая из них могла стать квашнее, испечь чего душа пожелает. Так что Люба дорого посмотреть. Хозяйки должны быть дочери. Вот так и воспитали. Потому-то и посельщики афанасьевские, у кого были на выданье девки или приспело пора женить парней, с вожделением поглядывали в сторону усадьбы долгих, где за плотным бревенчатым забором и разными тесами воротами, как им казалось, только и могли бы обрести свое счастье их любимые чадо там. Воспитываем девок. По одному. Заходи. Ну, может, так оно и было. Но, во всяком случае, недаром говорится в народе, что хорошие детки — это подлинное золото для их родителей. «У, ты, мое золоце ты! Золоце ты, мое выстраданное!» И когда минуло девке семнадцать годков, то, как привиделось Дусе, пробил ее желанный двенадцатый час. Бзденькнуло. Задумал тятенька Степан Федорович выдать ее замуж за Демьяна Котова. «Настали твои часы!» И все внутри у нее запрыгало, задрожало все, заиграло. Хотя запрыгала, задрожала и заиграла почти годом ранее, когда с родителем побывала она в поселке Иннокентьевском или попросту в заводе. Как местный люд промеж себя величал, это расположившееся на отшибе Тулуновской волости поселение. Вот только сейчас узнал, что такое завод. Я думал, что это какой-то металлургический. А вот оно что. Поселение сие. Заводы. А почему Иннокентьевск величался заводом? То объяснение тому простое. Вот оно что. Здесь располагались винокуренные и пивоваренные заводы, учрежденные ссыльными поляками Балдашевским, Золынским и Забавским. Вот воно шо. Пиво. Будешь? Ну, конечно, винокуренный завод являлась себе самая заветная в Тулуновской волости промышленное производство, где до семнадцатого года вырабатывалось аж до двадцати тысяч ведер спирта. Ты понял, чем меряют, а? Для учреждения невиданного до той поры производства выбрано было место во всех отношениях примечательное здесь. Здесь и речка Курзанка впадала в реку Ия. Все заговорено. Сама природа так решила, а? Кроме всего прочего, в окрестностях поселка из недр земли били диковинные ключи с очень редкой на вкус водицей. И она также шла на производство этого зелья. Поселок с трех сторон был огражден лесом, который изобиловал зверем, птицей, ягодами и грибами. Чем-то закусывать-то надо, а? В реках водилась рыбка. Тоже сойдет. Солененькая. В конце девятнадцатого столетия завод был продан зажиточному крестьянину из села Шерагул Иннокентию Черемных. Откуда у простого, пусть даже и зажиточного крестьянина, взялись такие деньги на подобное приобретение сие? На этот счет также имелось свое объяснение. Якобы Иннокентий приютил однажды скрывающегося от власти фальшивомонетчика. И то это дарил его требуемой стопкой денег. Прям осыпал весь. Ради справедливости стоит заметить, что село Шерагул, будучи в те годы самым крупным селом в Тулуновской власти, и без того слыло зажиточным. И без того. Здесь, к примеру, проживал крестьянин Иннокентий Лыткин, который в числе немногих землепашцев во всей стране отмечен был особой премией за образцовое ведение хозяйства, что уже само по себе говорит о многом. Катилась за Шерагулом и другая слава, как о поселении Бандицком, бандюки вы. Будто бы проживали здесь некие братья Кокорины, а они, дескать, и наводили окрест в свой бандитский порядок. У-у, весь окрест. Все в хрестах тут-то. У-у, бандюки. И где только не случится какой разбой, так тут же вспоминали Шерагул и братьев Кокориных. А время от времени всякое случалось. То ограбят кого, ограбят на большой Николаевской дороге, то подрежут какого посельщика, то пустят кому красного петуха загорелось. И погорит иной крестьянин вместе с женой своей и малыми детьми. А будешь знать, значит, куда нос твой лезь, знать будешь. Кокорины жили на окраине села отдельным крепким хозяйством. Моя хата с краю, огороженным высоким заплотом и никого в свои владения не допускали. Не! Субтитры сделал DimaTorzok В 18-го выходит у нас новая серия «Каждый божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. Каждый божий день в 18-го. Не пропустите. А на сегодня шо? А на сегодня все. Покедова, споки-ноки. Покедова, споки-ноки.